А теперь давайте вместе в форум скажем. Будущее тем, кто любит учиться! Эта учеба в школе многим детям дается с трудом. А в Центре молодежного и инновационного творчества «Эврика» детям в первую очередь интересно. Третьеклассник Денис занимается здесь чуть больше месяца. В свои 9 лет учится писать компьютерные программы и осваивает робототехнику. Говорит, не все дается сразу и легко. Самое сложное это когда строить, например, танк, он такой большой, надо его строить. Или же когда вот прям целую игру надо создавать, вот такую большую. Это очень сложно делать. Робототехника, системное администрирование, 3D-принтеры – все, что призвано популяризировать науку среди детей, теперь представлено в одном месте. Экскурсия, которую устроили для сотрудников администрации округа и представителей Министерства Московской области, произвела должное впечатление. Взрослые признались – завидуют современным детям. Вспоминаю свое детство, как в нашем, вот честно, в моем детстве это было какое-то двухэтажное полуразвалившееся здание Дворца пионеров, в которое мы ходили. И там что-то, моделирование, там руками, лобзиками что-то нарезали наши мальчишки. Мы там что-то пекли, девчонки что-то делали. Здесь такие прекрасные залы, такие преподаватели, да, робототехника, компьютеры. А чего только не были. Я там думаю, господи, это же вообще, ну это красота. Каждый кабинет оборудован по последнему слову техники. Там есть вся мебель, весь функционал, который необходим для удобной, простой работы ребят. У каждого есть свое рабочее место, свой компьютер. Он имеет доступ ко всем элементам для занятий. Таким образом, процесс обучения получается не трудоемким, не каким-то сложным, а простым, понятным и достаточно увлекательным. Центр молодежного инновационного творчества «Эврика» начал свою работу еще в октябре. Но официальное его открытие состоялось только сейчас. Инновации, инновации. Здесь очень важно, что вы объединили в одном месте все. И в принципе можно так аккуратно, аккуратно расти, взращивать. Туда пошел, это получил, туда пошел, это. Потом получил, помещение снял и начал создавать рабочие места. Это вообще круто. Для Солнечногорского округа, где расположен индустриальный парк Есипова, завод «Мерседес», привлечение в будущем своих квалифицированных кадров – немаловажная задача. В администрации округа считают, начинать готовить такие кадры нужно как можно раньше. В жизни нашего округа это, безусловно, знаковое событие, потому что мы совместно с Министерством инвестиций и инноваций Московской области проводили эту работу, которая связана непосредственно с тем, чтобы мы могли своих детей, свою молодежь направить в правильное русло, для того, чтобы наша молодежь могла развиваться, чтобы они могли знакомиться с новыми технологиями развития, могли, в общем-то, идти в науку, а в перспективах, что, скорее всего, к чему мы все это ведем, для того, чтобы они могли выбрать свою будущую специальность, свою будущую профессию. Центры молодежного инновационного творчества начинают работать по всему Подмосковью. Открыты у нас в городе, 16-й в Московской области. Оксана Зенкин, Олег Макаров, Дмитрий Кузякин. Наше время.